МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. 310 миллионов рублей направлено хозяйством Алтайского края из резервного фонда правительства страны в качестве компенсации за топливо. Весной стоимость ГСМ выросла на 20%, поэтому затраты на посевную кампанию значительно увеличились. Деньги уже получили несколько сотен алтайских сельскохозяйственных предприятий. Другие готовят документы, чтобы получить компенсацию. Как сообщил в Рио первого зампредседателя правительства края Александр Лукьянов, для получения выплат предприятия не должны иметь задолженности. Деньги будут держать в резерве до 15 октября. Если никто заявок больше не подаст, средства распределят между сельхозпроизводителями, которые уже получили субсидии. Около полусотни жителей края получили награды. Церемония награждения прошла в правительстве региона. На нее пришли представители разных профессий, врачи, педагоги, работники культуры, спорта, сельские труженики, строители. Вручил награды губернатор Виктор Томенко. Среди награжденных 96-летний живописец Михаил Буткиев, знаменитый алтайский легкоатлет Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов. Званием заслуженного врача России получили 4 медработника. Государственных наград удостоены и 6 работников культуры. Медаль «Родительская слава» в этом году вручили жительницы Каменского района. У 43-летней Натальи Шматовой 6 детей и 4 внука. Дети вроде у меня хорошие. Один женатый, другая замужем. Четверо детей, ой, четверо внуков у меня. Один внук, три внучки. Виктор Томенко поблагодарил всех награжденных за многолетнюю преданность работе и вклад в общественную жизнь. Автокресло детям сотрудники ГИБДД Барнаула сегодня дежурили у детских садов, проверяя, как родители соблюдают правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. Всего за полчаса было составлено 11 административных материалов. При этом, по словам правоохранителей, все родители понимали, что подвергают своих детей опасности. Напомним, за перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей. Так как проблема данная в городе Барнауле стоит очень остро, на период в 8 месяцев 2018 года у нас в дорожно-транспортных происшествиях в качестве пассажиров пострадали 50 детей. Из них 8 детей у нас были не пристегнуты и перевозились без использования детского удерживающего устройства. Ансамбль классического танца «ЭОС» Барнаульского дворца культуры отмечает 40-летие. В юбилейный год коллектив получил особенный и очень долгожданный подарок новый балетный класс. 40 лет назад это была небольшая детская балетная студия. Сейчас «ЭОС» – заслуженный коллектив края. Новые концертные программы и номера всегда создавались здесь, в этом классе, который еще несколько месяцев назад трудно было назвать современным. Из танки вырывались. Штукатурка падала, и вода текла с крыши. Все было. Сейчас очень красиво, мы довольны. На общем родительском собрании, которое проводили в начале учебного года, вопрос о ремонте балетного класса ансамбля «ЭОС» стал одним из самых острых. К решению проблемы тогда подключились власти Барнаула и выделили из городской казны 35 миллионов рублей. Деньги пошли не только на ремонт балетного класса. Удалось начать серьезную реконструкцию первого этажа дворца культуры. Все полностью сносится, пол уходит, все новое будет, потолки, полы, все снимется, сделается служебный вход, там будет служебный вход. То есть мы таким образом разделим потоки, что значит на мероприятие, и поток, который пойдет на занятия. Строительные работы совпали с началом учебного года, но на качестве образовательного процесса это не отразится, заверил директор дворца культуры. Дети будут изолированы от шума и пыли. К тому же терпеть осталось недолго. Работы здесь должны завершиться к новому году, а уже в следующем по плану ремонт учебных классов. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. Ясными и теплыми днями радует нас конец сентября. Пятница в крае без осадков. В Белокуре, Хибийске и Рубцовске до 22 тепла. В Алейске 21 выше 0. В Барнауле без осадков. Ветер южный, умеренный и до плюс 23. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле прежний 722 440. А у меня все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...